Всем привет! Это Брит. Сегодня 13 апреля, раннее утро, и мы отправляемся в небольшое путешествие в город Самара, в котором проведем первое в своем роде такое мероприятие, которое будет называться День Брит. Хотим показать его для вас, показать для вас нашу поездку. Надеемся, вам будет интересно. Пишите в комментариях, что думаете насчет такого формата. Мы наконец-то в Самаре, и помимо организации мероприятия в торговом центре, у нас есть еще очень добрая миссия. Мы приехали в приют к ребятам, у которых еще помимо приюта есть кота-кафе. Первая локация у нас в Кошаче. Мы именно покажем, какое количество здесь кошек проживает, как они живут, в каких условиях находятся, и расскажем вам об истории этой организации. Пообщаемся с руководителем, который нам в подробностях обо всем расскажет. Смотрите, это вывеска. Мне кажется, название вообще просто супер называется Чукотка. Сейчас вам покажем. Место супер атмосферное. Сюда люди приходят не только посмотреть на кошек, а еще попить кофе, поработать за ноутбуком, ну или с семьей. При входе нас встречает очень атмосферная фотолокация, если так ее можно назвать. Здесь как стена с большими котиками, где можно пофотографироваться, где можно показать ее детям, потому что дети на такие картиночки замечательно реагируют, так и розовая машина, просто суперская, с которой точно каждому, кто приезжает в Самару, нужно сфотографироваться. Мне кажется, атмосфера здесь восхитительная, а летом можно вот на тех лавочках сесть с кофейком, с ноутбуком, и вообще отлично отдыхать, расслабляться. Здесь тихий двор, хорошее место, и здесь никто не будет отвлекать вас ни от работы, ни от каких-то дел, либо можете назначать здесь встречи, общаться с партнерами или со своими друзьями. Место вообще супер. Сейчас пообщаемся с руководителем, который нам проведет экскурсию, расскажет об организации, и все в подробностях покажет. Пойдемте. Добрый день. Давайте знакомиться. Нам в первую очередь интересно, конечно, о истории вашей вообще организации узнать, как появилась идея, подобная Кота Кафе создать. Так, добрый день. Меня зовут Яна, а я сотрудник приюта «Надежда». Приют существует с 2011 года. Получилось так, что волонтеры решили арендовать помещение бывший питомник овчарок в селе Яицкое, это за городом находится, и самостоятельно пристраивать живот. Но животных становилось все больше, соответственно, волонтеров уже не хватало, и решили в 2012 году уже организовать прямо вот конкретно приют. Вот, то есть до этого просто волонтеры как-то собирались все вместе. Грубо говоря, вот с 2012 года и пошла история приюта. Мы сначала находились за городом, затем стали понимать, что все равно люди за кошками приезжают туда реже. Это далеко. И открыли филиал где-то на шестой просеке. Там было такое, типа, небольшое пространство, называлось оно «Кот да Винчи». Туда люди могли приходить в гости, общаться с кошками. Там их значительно, ну, небольшое количество было, основное все равно было в Яицком. Там можно было проводить мастер-классы, там какие-то такие интересные штуки. И параллельно здесь недалеко открылось Кота-кафе. Первое, по-моему, в России, Мурзик оно называлось. И они сотрудничали также с нашим приютом «Надежда». Проработали они примерно 6 лет. И, ну, потом, я не знаю, что там конкретно случилось, но, в общем, они закрылись. И уже, когда закрылся Мурзик, тогда и открыли котейнюю «Чукотку». То есть всех животных из Кота-да Винчи перевезли сюда. Вот. И из Мурзика также их сюда забрали. А большое количество сейчас посетителей сюда приходит? Вот именно тех людей, которые хотят с животными пообщаться или забрать кошку? В целом, да, в хорошие дни бывает до 100 человек в день проходит. Вот. Это очень хороший поток на самом деле. Потому что, когда только открывались, гостей, соответственно, было мало. Потому что нас мало знали. Ну, конечно, сейчас, наверное, уже начинают узнавать. Да, уже больше. Слышать, советуют. Да, даже бываешь на каких-то мероприятиях, там, приглашаешь людей к нам в гости, они такие, а, мы про вас знаем, уже знаем. Мы у вас постоянный гост. А большое количество животных вообще забирают? Вот, знаете, хороший год у нас был 21-й. Тогда у нас около 100 кошек. Там уехала. Мы еще ведем базу данных. То есть у нас есть база данных отданных кошек, база данных кошек, которые проживают сейчас в приюте и в котейне. И мы, ну, следим за количеством возвратов, за количеством отдачи обязательно. И вот за 21-й год у нас около 100 кошек уехало. Это прям вот очень хороший год, потому что за 2022-й около 70 животных уехало. Вернулось меньше 10%, но это тоже очень хороший результат, на самом деле, по возврату. Вот, потому что если больше 10%, то это значит наша вина. Мы в чем-то косячим очень сильно. Ну, не всегда же. Люди тоже бывают. Сначала хотят, а потом либо аллергия, которая вообще от них не зависит, либо понимают, что не справляются с животным. Это тоже иногда... Верно, лучше не мучить питомца, когда там не успеваешь, не занимаешься животным. Лучше не причинять ему какой-то дискомфорт. На самом деле, да, я согласна, но все равно людей, которые не готовы к животному, их видно. И это чувствуется по разговорам. То есть начинаются, ну, какие-то такие, знаете, глупые вопросы, типа, ну, кот будет только ходить в лоток и спать на одном месте. То есть вот такие тоже бывают, вот. Да, это наш котик, Маркус его зовут. Ему от 4 лет попал он к нам от волонтера, которая спасла его, как сказать... В общем, там женщина разводила котов. У нее было около 20 котов подобного типа, ну, плюс-минус. Вот, и... В общем, подобные коты были, типа, британцы. И у женщины случился инсульт. И, в общем, за котами она не смогла ухаживать больше, поэтому животных пришлось срочно пристраивать в семью. И вот Маркус один из них. Очень красивый, действительно, харизматичный кот. Его... на него очень много заявок бывает, но проблема в том, что кот очень, ну, как сказать, не устойчивый к стрессу. У него на малейшем стрессе может возникнуть цистит, а это, соответственно, и физические, и финансовые затраты. То есть это нужно иногда и капельницы капать, и таблетки давать, и уколы делать. Не все, к сожалению, готовы к таким затратам, как и физическим, так и финансовым, но кот классный. Вот у нас есть еще интересная кошечка, ее зовут Фрозен. У нее нету хвостика. Это... Кошечка? Ну, породы Бобтейл на улицу, она родила котят, и вот Фрозен одна из них. Вот, ее к нам пристроили. Очень классная кошка, добрая, ласковая, любит общаться с людьми, любит поиграть в игрушечки разные, то есть вообще очень классная. А какое количество животных сейчас в приюте? Ну, вот давайте по кошкам. По кошкам, если брать и в котейне, и в приюте, то все вместе около 70 кошек. То есть кошки у нас распределяются на кошек с коронавирусной инфекцией, на кошек без коронавирусной инфекции, кошки с иммунодефицитом, кошки без иммунодефицита. Котики, когда попадают к нам в приют, они сначала проходят карантин от двух недель, от трех недель. Во время карантина им сдают тесты. Тесты на иммунодефицит, гликемию, коронавирус кошачий. И по результатам этих тестов уже будет известно, куда котиков отправляют. Если есть коронавирусная инфекция, то они находятся в котейне. То есть 90% кошек являются носителями и распространителями этого заболевания. Если у кошки нет коронавирусной инфекции, то они отправляются в комнаты адаптации. А комнаты адаптации это вот в кота-кафе находятся или нет? Нет, они находятся. Все в приюте? Да, все в приюте. А здесь уже, соответственно, здоровые, адаптированные? Да, да. Понятно. А сколько сейчас волонтеров у вас? У нас нет волонтеров. То есть все сотрудники работают? Да, у нас все сотрудники, да. Ну, это тоже хорошее дело. Это хорошо, да. Периодически приходят волонтеры к нам, но не часто. А вообще часто люди помогают? Ну, вот, может быть, не просто как посетители, а те, кто приходят с кормом или с какими-то аксуарами, может быть? Да, да, очень часто, очень много. То есть практически каждые выходные кто-нибудь да что-нибудь принесет. Там даже старое постельное белье или корма какие-то, как терезы, лекарства. То есть все это приносит обязательно. А Самара как в плане животных вообще отзывчивый город? Любят тут кошек, собак? Потому что мы вот первый раз приехали с таким выпуском. Как тут люди относятся? Если честно, мне сравнить не с чем. То есть я не выездная. Жила только здесь. И нигде, ну так вот прям конкретно, долго где-то за городом, за пределами города Самары не была. Я бы не сказала, что совсем все плохо. Все очень хорошо. Вот. Нет, на самом деле все хорошо. То есть у нас, конечно, много бездомных животных. У нас очень часто можно встретить и покалеченных животных. То есть, ну, именно вот человеческий фактор. Но отзывчивых людей тоже много. И я могу это сказать по себе, потому что мне пришлось спасать кошку. Об этом, наверное, нельзя говорить? Ну ладно, есть что выдержать. Почему нельзя? Наоборот, нам интересно послушать историю. Ну, просто там такая ситуация произошла. То, что нашла кошку, она была вся в химических или термических ожогах. И в опарышах. И тогда открывали на нее сбор и довольно быстро собрали хорошую сумму. Хорошо себя сейчас чувствует. Да, она живет у меня. И так получилось, что я не смогла ее отдать. Вот. Кошка все равно с хроническими заболеваниями, которые у нее... Ну, понятно, что уже после такого тяжело вылечить окончательно. Да. Но вообще мы много историй слышали, когда животное все-таки даже спустя время оно в семье адаптируется и совершенно уже нормально себя чувствует хорошо. То есть это зачастую даже у пожилых питомцев так. То есть мы столько историй слышали, когда там собаке 10-12 лет, ее забирают в семью. И вроде как, казалось бы, уже старый пес, а он прям... Новое дыхание у него открывается. Да. И среди кошек... Да, да. И среди кошек тоже самое. У нас была кошка Дебби. Она уже попала взрослая к нам. Ей было 12 лет. И ее забрали в семью. Она прожила там, правда, два года только. Но хозяин очень хорошо за ней ухаживал, кормил ее хорошими кормами. Он очень ее любил, но, к сожалению, ему пришлось страну покинуть, поэтому не смог он ее с собой забрать. Кошка возрастная все-таки, и перелет бы просто не перенесла. Вот. Но за ней очень хорошо ухаживали. И действительно, она очень хорошо выглядела, когда попала в семью. А требуются ли сейчас волонтеры или, может быть, помощь кормами, аксессуарами, чтобы мы своих зрителей призвали к вам приходить? Всегда. Всегда требуется. И в основном это каких-то лекарственных препаратов. Но мы обычно в группе приюта открываем какие-то сборы, если что-то очень срочное нужно. Сборы на лекарства, на корма, на зарплату сотрудников. То есть отчеты все у нас тоже все это есть, также в группе приюта. Помимо этого, люди могут сами по желанию позвонить даже в Кот-кафе, спросить, что нам нужно, и принести. То есть даже те же самые лежанки, какие-то чесалки, игрушки для котов. Игрушки – это вообще расходный материал, который уходит на раз-два. Некоторые коты раздербанивают их прям очень быстро. Конечно. Вот, да, так что можно игрушки переносить, корма какие-то. У нас очень много кошек с проблемами почек, то есть с хронической болезнью почек. Есть кошки, у которых проблемы с ЖКТ, то есть они на спецкормах у нас. Им тоже нужно отдельно. На втором этаже у нас также есть зона самообслуживания, чай, кофе, печенье. Есть приставка и также столы для гостей. Ну, какая анти-кафе получается. Да, да, действительно, тайм-кафе с кошками, да. Так что самарцы, теперь вы знаете, куда идти. Ну, я думаю, что все и так знают. Да, у нас действительно очень много гостей, которые прям постоянно к нам приходят, но не один год. А вы уникальные такие в Самаре или еще есть? У нас есть еще два кота-кафе, или одно, или два. А приютов вообще много в Самаре? Около пяти, по-моему, приютов. Но я была только в одном. То есть у меня опыт уже такой обширный, я до этого тоже в приюте работала. Ну, так немало для города. Но вообще, по статистике, в Москве я вот слышал про цифры, что 150 тысяч животных. Мы вот часто говорим про это в выпусках, что это, конечно, общая цифра погрешность по сравнению с огромным населением. И распределить на 30 миллионов человек 150 тысяч животных, это вообще должен быть какой-то один день. Да, 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 раз и всех. А по факту так не получается. Мы, конечно, постараемся обращать внимание на то, что животных нужно забирать, нужно не только там покупать из питомников, а вот животные, которые требуют этой ласки, им нужна эта любовь, нужна семья, и почему бы не помочь? На самом деле в приюты тоже периодически попадают кошки и собаки с документами, то есть породистые животные. У нас так в прошлом году попали две кошки бурманской породы, то есть те, кто знает, они не дешевые кошки. Люди просто сдают тех, которые... Там проблема с лотком была, но на самом деле практически любая проблема, она решаемая. У нас еще очень уникальная особенность есть. У нас есть в штате зоопсихолог, который новым хозяевам дает бесплатные консультации, если возникают какие-то проблемы поведенческого характера. Я вот тоже хотел сказать, что есть специалисты, которые вроде как с лотком проблемы могут помочь решить. Да, но, к сожалению, не всегда люди готовы решать эти проблемы. С чем это связано? С тем, что они дотянут до последнего, когда уже и у самих терпения нет, и, ну, то есть уже, знаете, вот нервы на пределе. Когда кот обоссал всю квартиру, вот, и, ну, там на самом деле было все легко. Там был закрытый лоток без наполнителя. А закрытый лоток, это не всегда хорошо, если... Ну, не все кошки любят, это такая экспериментальная история. Да, да, то есть можно, можно попробовать, но кошки достаточно терпеливые, они могут долго ходить в этот лоток, а потом просто перестать. И тут нужно было просто, ну, поиграть, как говорится, с вариантами. Но человек не захотел. И не страшно брать кошку из приюта, и собаку тоже не страшно брать из приюта, потому что все равно люди, которые вам отдадут этих животных, они помогут вам, подскажут, куда пойти, если начнутся проблемы со здоровьем. То есть проверенные ветеринарные клиники, подскажут, как решить проблемы поведенческого характера. Это не страшно. Единственное, что у нас очень строгие условия отдачи. Да что, какие документы требуете? Или что нужно? Что нужно, вот если брать кошку? Сейчас расскажу. Да, спасибо. Минимальный возраст для отдачи 23 года. Максимальный возраст 65 лет. То есть если человек старше 65, то только под ответственностью более молодых родственников. Также проходят собеседования. Во время собеседования мы уже выявляем, готов человек взять животное или нет. Задаем определенные вопросы. Вопросов бывает очень много, и не все, к сожалению, готовы на них отвечать. Соответственно, такие люди отсеиваются. А какого это характера вопроса? Вопросы не разглашаются. Это коммерческая тайна. Можно так сказать. Потом, после собеседования, если все хорошо, договариваемся о дне, когда можно будет забрать кошку, приезжают люди уже готовые с переноской. То есть если человек приехал без переноски, ему никто не отдаст кошку. Заполняется договор ответственного содержания со всеми паспортными данными. То есть договор двусторонний. Один новому владельцу, один остается у нас. По договору, мы заранее, конечно, присылаем фото договора, чтобы человек мог ознакомиться с условиями. Если его все устраивает, то без проблем заполняется все, и потом мы связываемся для приветов, для фотоприветов. Так-то вроде все стандартно. Ничего такого суперстрогого нет. Это уже повсеместная практика. На самом деле, по городу это очень строгие условия отдачи. Мы вот по Москве знаем, это вообще ни один приют не отдаст животное без договора, без собеседования. И даже порой на первый раз, если человек приехал и сразу хочется брать, так нельзя. Да, все верно. Да, знакомиться. Да, все верно. Ну, к сожалению, у нас еще не настолько все продвинуто. Хотелось бы, конечно. Перенимайте тренды. Ну, вот мы как раз сейчас единственные по городу, кто именно собеседование такое очень строгое проводит. Мы не отдаем животных в частные дома и не отдаем на саму руку. То есть, если даже человек позвонит, скажет, у меня трехэтажный особняк, я очень крутой хозяин, мы ему не отдадим. Почему мы ему нельзя? Потому что, как правило, кошки в частных домах оказываются на улице. Это вот, знаете, практика ни одного года. Вы стереотип. Нет, нет, я серьезно говорю. Нет, это практика уже ни одного года. То есть, очень часто мы, когда отдаем в частный дом животных, даже вот я занимаюсь приветами из дома, то есть, я фото привет спрашиваю. И очень часто так смотришь, кот был раньше один, а тут раз у него и уши обморожены. Я такая спрашиваю, почему кот у уши обморожен? Но это если выпускают на улицу. Выпускают. Поэтому, знаете, очень обидно, когда ты вкладываешь много человека часов в этих животных, а на самом деле очень много вкладывается. Бывают кошки, которым просто здоровье такое не очень сильное, да, и приходится их очень часто лечить. И очень жалко, пристраиваешь их в новую семью, он потом... Ну, а разве те, кто в квартире живут, им помешает это выпускать? Как правило, не выпускают. В общем, поэтому мы стараемся не отдать. Но есть одно условие. Если будет двухметровый забор и сетка под углом 45 градусов, мы отдадим. Строите забор. Если хотите. Ну, слушайте, у нас как-то пришел мужчина, он говорит, у меня дома живет каракал, ему нужен друг. Ну, как бы каракал и кот обычный, размер вообще очень, очень разница. Он такой, ну, у него двухметровый забор и сетка под углом 45 градусов. Он такие, ну, мы вам, да, я говорю, мы вам отдадим. Ну, в итоге так и не забрал. Потому что побоялся, наверное, что сожрет нашего кота. Вот. Очень приятно было увидеть в Самаре такое развитое современное заведение, куда местные могут прийти, попить кофе, пообщаться с кошками и в первую очередь и помочь животным. И, может быть, забрать к себе домой. Мы здесь все вам показали и отправляемся на новую локацию уже в приют, где покажем вам, как живут кошки, которые, собственно, после приюта отправляются в кота-кафе и могут пообщаться именно с вами. Вот. Здесь две комнаты. Одна комната адаптации для кошек без коронавируса, одна комната адаптации для кошек с иммунодефицитом и коронавирусом. А люди отбиваются? Коронавирус, кошачий коронавирус не передается людям. Первое время, когда к нам гости в кота-кафе приходили, и мы сообщали о том, что у кошек есть коронавирус, мы такие... Так, не выходим. Идемте. Так, заходим, никого не выпускаем, никого не впускаем. Здесь у нас кошки без коронавируса. Вот это кот, его зовут Буся. Его отдали, потому что он не ласковый кот. На самом деле кот очень ласковый. Он классный. Вот это позади вас кошечка Альха. Она попала к нам по просьбе Россельхознадзора. Не почему, решили попросить. Вот сейчас расскажу. Потому что, в общем, подали в суд соседи на женщину, которая разводила кошек. Вот подобного типа кошки были. Ну, она плохо за ними ухаживала, на самом деле. Очень сильный запах был. Квартира была коммунальная. Вот, соответственно, Россельхознадзор принялся за это дело, чтобы пристроить кошек в приюты. Вот. К нам тогда попало три кошки. А в итоге выжили только две. Одна кошка уже в семье погибла, к сожалению. Вот. Ну, заболела она. То есть, не какой-то там внешний фактор. Вот. И остались у нас вот Альха и еще кошка Хлоя есть. Там где-то еще кошка с обмороженными ушами есть. Она прожила два года на дачах где-то. И, в общем, кошка была стерилизованная. То есть, получается, она бывшая домашняя. Вот. Так, пойдемте дальше. Здесь кошки с иммунодефицитом и коронавирусной инфекцией. Иммунодефицит передается через укусы. Называют еще болезнью злых кошек. Это кошка Поночка. Еще у нас есть кошка Джесса. У нее есть коронавирусная инфекция, но нет иммунодефицита. Ой, вернее. Я что сказала? Не то сказала. У нее нет коронавирусной инфекции, но у нее есть иммунодефицит. Что ты там делаешь? Кошка очень классная, такая лосковая. Так хочется, чтобы она поскорее дома нашла. К сожалению, такие котики с иммунодефицитом тяжелее находят дом. Вот сколько они у нас тут все уже года 2-3, наверное, живут. И пока даже ни одной заявки нет. Это кошка Ариадна. У части кошек здесь нету зубов. То есть, у них первым делом проблемы с зубами возникают. Это кот Монарх. Он очень пугливый. На самом деле, он уже у нас давно, но он к чужим людям привыкает очень сложно, потому что прожил 2 года в подвале. И в целом ни с кем, кроме своих кормильцев, он не контактировал. И, соответственно, к новым людям он привыкает очень сложно. Это кошечка Лакрица. У нее какая-то проблема с передней лапой, у нее части пальчиков нет. Вот, ну, в чем причина, как так получилось, мы, к сожалению, не знаем. Ну и, конечно, мы приехали к ребятам не с пустыми руками. Мы привезли корма для кошек, как сухие, так и, например, влажные корма, чтобы все кошки были сыты и довольны. Здесь порядка 200 килограмм, которых хватит ориентировочно на 8 месяцев. То есть, цифра не маленькая, животные будут все сыты. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с данным Кота Кафе и приютом, и будем ребятам в дальнейшем тоже помогать. И приезжать, безусловно, в Самару, и каждый раз с радостью будем приходить к ним в Кота Кафе. Мы приехали на новую локацию, теперь это уже приют для собак. Сейчас мы пообщаемся с представителем фонда, и он вам обо всем расскажет. Здравствуйте! Здравствуйте! Представитесь, расскажете нам о себе, о приюте. Меня зовут Анастасия, я волонтер, которая еще помогает в приюте. В 2011 году группа волонтеров объединилась для того, чтобы спасать бездомных собак. Нашли место для передержки. К 2012 году собак стало очень много, и уже решили организовать фонд помощи животным. Поэтому изначально считается дата 2012 год. В прошлом году у нас был 10 лет приюта. Это большая дата. Это прям уже значительно. За это время приют помог спасти с улиц около полутора тысяч собак. Также были кролики, крысы. И если считать всех животных вместе с кошками, то более двух с половиной тысяч животных удалось спасти и найти им новый дом. А сколько здесь сейчас животных находится? Здесь сейчас около 85 собак. У нас вышла ситуация, что мы переехали с прошлого места, где до этого приют был большую часть времени. Там была территория из-под питомника овчарок, поэтому там была хорошая территория. Мы переехали на меньшей, в два раза меньше у нас сейчас территории, поэтому собак много не берем. А помещаете сейчас на данный момент? Сейчас помещаемся. Проведете нам небольшую экскурсию? Покажете, где у вас что располагается? Да, идемте. Интересно. Пойдемте. Это Альма. Ей уже, наверное, 9 лет. Домашняя отказница после смерти хозяйки. Она с другой собакой попала к нам в приют. Ту собаку забрали года два назад, а Альму пока что еще у нас. Для меня это удивительно, потому что собака после квартиры, она приучена к выгулу. Достаточно компактного размера и хорошая охранница, но пока что никак. А вообще много собак пристраиваете? Ну, месяц по статистике? Сейчас очень мало пристраивается, потому что место такое, сюда из Самары мало кто хочет доезжать. Если в первые годы пристраивалось около 30-40 собак за месяц, то сейчас у нас в лучшем случае 5 собак получается с этой территории пристраивать. Мы достаточно быстро доехали, минут 30 буквально и все. Не объяснишь. Я говорю, что я с другой стороны Самары сюда за час добираюсь, но, к сожалению, не все соглашаются. В 2018 году наш приют сотрудничал с отловом, с городским, и очень много собак осталось именно после отлова, которые не выпускались обратно. Оставлялись либо красивые, но их, конечно, быстро пристроили, и оставляли пожилых животных, которых на улице страшно возвращать, потому что там им будет очень тяжело выжить. Вот эти две собаки недавно сами пришли в приют. Вместе прям? Вместе. А у вас много волонтеров здесь именно работы? Волонтеров, сотрудников? У нас один сотрудник, мужчина, который здесь постоянно проживает, он ухаживает за собаками, кормит их, убирается. И вот два человека, приходящие как администраторы, а вот постоянных волонтеров у нас человек 10 приезжает. Это собака-гречка. В самом начале создания приюта ее привезла волонтер из Москвы, она ее там отловила. Собака была не социализирована, очень долго не шла ни с кем на контакт. На старой территории она у нас свободно перемещалась по всей территории. В принципе, человек, только если приезжают гости с вкусняшками, она к ним подходит, всех остальных людей она избегала. И вот здесь уже с возрастом она более-менее начала проявлять дружелюбие к человеку. Но собака возрастная, к дому неприучно, поэтому, конечно же, она у нас остается на дожитии. Следующий кобель это Герц. Он тоже достаточно давно в приюте. Неоднократно находились люди, которые желали его забрать, активно интересовались. Нам даже присылали для него посылки из-за рубежа. Раньше, когда еще это было возможно сделать. И была женщина, которая к нему приезжала тоже из-за границы, она хотела его забрать туда, к себе. Но она рассчитывала, что ей одно жилье предоставят, а потом не смогла, конечно, его забрать. Хаски у нас, наверное, года полтора сидят, почти два. Как только мы переехали в Новокойбышевск, это вот они в течение ближайших полугода к нам попали. Бегали вдвоем по Новокойбышевску. Мы их, конечно, приняли, но рассчитывали, что как бы хозяин найдется быстро. Потому что пара собак, которые именно настроены друг к другу, видно, что они ухоженные были. Старый хозяин не нашелся. Сначала хотели их пристраивать именно парой, потому что кобель очень был привязан к девочке. Причем кобель с клеймом, а девочка была уже изначально стерильная. И вот люди приезжают именно, спрашивают их на охрану, но хаски это не охрана и собака никак. Это собака для активных людей и желательно для частного дома, чтобы они не наносили большой урон квартире. Потому что вот в домах заводили, и они просто пытались дверь снести сразу с петель. Вот эти две у нас тоже после отлова. Эта сразу не пристроилась, была дикой. Он тоже был достаточно пугливый, но мы смогли его социализировать. И она уже, в принципе, даже на поводке ходит гулять. А вот за ними ходит Айли. Это тоже собака, которая входит в первую сотню собак, которые у нас в приюте. Привет, привет. 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 Косматик. Ты жирненькая. Ты скоро будешь как булочка. В приют мы привезли порядка 400 килограмм корма брит, а также лакомство бренда Малина. То есть собачки их очень хорошо кушают. В основном это вяленое мясо натуральное. Можно его угостить? Конечно, можно. Если у вас что-нибудь, качественная упаковка, ни пробить, ни сломать. Спасибо вам большое, что вы до нас доехали. Нам это очень большая помощь. И лакомство, и корма. Лакомство мы будем использовать, чтобы давать разнообразные таблетки. А также, когда приезжают экскурсии с детьми, будем давать, чтобы собакам было приятно, когда посетители к ним приехали. Школы к вам ездят, наверное? Нам ездят школы, редко очень детские сады приезжают, но мы стараемся маленьких детей, конечно, не брать, потому что... Ну детские сады еще, да, рановато. Ну что, мы надеемся, что нам этого хватит месяца на три. Это было бы хорошо. Пишите в комментариях, какие нам города еще стоит приехать, какие приюты посетить, кому помочь. Заключительный день в Самаре. Сегодня проводим мероприятие в торговом центре Амбар. Рассказываем про корма, делаем аквагрем для детей. Раздаем шарики и подарки. Мероприятие достаточно крупное, большое количество народу проходимости в торговом центре. Много людей подходят, интересуются кормами, поэтому сегодня дарим позитив в Самаре. На стенде у нас представлена зона аквагрима. Также размещены роллапы бренда и благотворительного проекта «Обретите друга». С одной стороны расположены корма для собак, с другой стороны корма для кошек. Также проходит акция «За покупку мы вручаем призы». Вот такой вот призовой фонд. Каждый может подойти, покрутить, самостоятельно вытащить шарик, обязательно предъявляя чек из зоомагазина «Любимчик». Раздаем шарики для детей, для взрослых, всем, кто хочет, а также короны и мини-каталоги «Брид Премиум». С обратной стороны у нас, как и говорил, представлены корма для кошек. Это полная линейка сухих кормов, а также паучи, консервированные корма и наша новинка – воздушные паштеты «Брид». Находимся уже в аэропорту Самары. Большое спасибо местным жителям за такой теплый прием. Мы были рады провести мероприятие, были рады посетить здесь приют и помочь собачкам. И надеемся, что вернемся еще. А сейчас отправляемся в Москву, обратно домой. Спасибо, что досмотрели этот выпуск до конца. Поставьте лайк, напишите комментарий, нам будет приятно. Всем пока!